Летний подъем стоимости коммунальных услуг для россиян давно уже не новость. В августе люди получат новые квитанции. Тарифы на жилищные услуги для нижнекамцев утвердили органы местного самоуправления. Коммунальные – республика. Так как я уже сказал, тарифы стоят из жилищных и коммунальных, то коммунальные – это на 4,1, жилищные – на 3,1, а жилищно-коммунальные – рост составит 3,8. А вот акцизный сбор на табачную продукцию с 1 июля увеличился на 10%. И если раньше пачка сигарет стоила примерно 93 рубля, то после увеличения акцизов ее цена увеличилась в среднем на 5 рублей. Среди непопулярных решений новую редакцию ПДД большинство населения одобряет. С 1 июля вводятся новые дорожные знаки, которые ограничат въезд транспорта с грязным выхлопом. Теперь автомобили, чей экологический класс, ниже указанного на знаке, не смогут проезжать в зону его действия. Я за. Только за. Почему? Ну, у нас, нам химии хватает. Да, конечно, это же лучше для детей, лучше для нас тоже. Экология лучше же будет, воздух чище. Это очень хороший закон, конечно. И так грязно тут, и так много грязи так хватает в нашем городе. Одни заводы в виде по-настоящему видят. Правильно сделали. Цирок запрещает въезд к этому транспорту. Эти нововведения не коснутся служебного транспорта, экстренных служб, аварийно-спасательных, полиции, скорой, вооруженных сил. Зато новое правило расчета заработной платы коснется все работающее население. Работодатели получили право за выходные и сверхурочные оплачивать в двойном размере не весь день, а только фактически отработанные часы. Кроме того, они могут отменить обеденный перерыв для сотрудников, работающих в сутки 4 часа и меньше. Без зарплаты рискуют остаться бюджетники, которые еще не оформили себе счет с картой МИР. Теперь банкам запрещено зачислять любые поступления из бюджета на счета, которые не привязаны к этой карте. ПАО «Акбарсбанк» именно в 2017-2018 году очень плотно этой проблемой занимался. Выпущено порядка 20 тысяч карт, все они уже выданы сотрудникам. Зачисление на карты МИР началось. Вновь принятый сотрудник тоже должен получить карту МИР. Для этого необходимо обратиться в бухгалтерию своей организации. В обычном порядке бухгалтер закажет эту карту. В течение недели она поступит в наш филиал и будет выдана сотруднику. Нынешнее лето принесло и еще одно требование – так называемый пакет Яровой. С 1 июля правительство заставило мобильных операторов связи хранить записи разговоров и переписку абонентов. Телефонные переговоры и текстовые сообщения – 6 месяцев. Переписку в соцсетях и мессенджерах – 30 дней. Доступ к этим данным получат причем по первому требованию правоохранительные органы и ФСБ. Наталья Лушникова, Фахри Исламов, Новости НТР.